Всем привет! Сегодня у нас 4 марта, среда, и у меня внеплановый выпуск на политическую тему. Последние дни, просматривая различных блогеров, ну и различные каналы, которые я, как правило, смотрю, на которые я подписан, я обратил внимание, что никто, вообще никто, не делает ролики на сирийскую тему. Это очень удивительно, потому что в последнее время вся политика, в принципе, завязана именно на Сирии. Почему? Потому что здесь как раз буквально на днях, в конце февраля, столкнулись конкретно два гопника. Это Вова Путин и Эрдоган. Эрдоган, значит, это российские, турецкие эти самые президенты. И столкнулись уже так, это все по-серьезному. Раньше тоже было все серьезно, и причем Эрдоган Вова нагибал конкретно, да. Ну, помните, когда сбили российский самолет, военный самолет турки, да, прямо в открытую по-наглому сбили, красиво сбили, я сказал бы, да. Потом грохнули российского посла в Турции прямо, вот, и что там еще было, еще вроде какой-то самолет там сбивали, да. Ну, и как бы Вова проглотил, потому что Эрдоган оказался более взрослым, более серьезным гопником, да. И вот сейчас прямо реально назрела конкретная ситуация, и сейчас я вкратце вам оберсую, потому что я, как понял, практически никто это, и не в курсе этого. Видели, да? Так что у меня сейчас эффект речи, наверное, возник, потому что переднего зуба нет. Ну, вражеская пуля. Кулаки, правда, все целы, видите, да. Ну, а здесь небольшое повреждение есть. Ну, и что, завтра я уже иду к врачу, я уже записался, мне там все это забацают, все будет нормально. Короче, в конце февраля, где-то примерно так, да, осадушка, это Друган Путина, да, такой же гопник, решил, ну, как сказать, нарушить все договоренности, там какие-то были сочинские договоренности между Америкой, Россией, этим самым Турцией и этим осадом, да, о том, что в районе Турции будет такая демилитаризованная зона, да, небольшая зона, куда могут стекаться все эти недовольные режимы осады. И там стекалось огромное количество населения, часть уже сейчас на территории Турции, это где-то около трех миллионов, чуть даже больше трех миллионов, да. И вот в этой зоне сейчас тоже в районе трех миллионов находится, ну, и остальная часть уже в Европе. Вот, ну, как вы знаете, осад это представители лавитов, 10% в Сирии это лавиты, а 90% это суниты, которые как раз от него бегут, которые ему сопротивляются или убегают от него. Вот, а, соответственно, осада поддерживает Иран, всякие там шиитские бандитские группировки из Пакистана, Афганистана и так далее, ну, и Россия, само собой разумеется, Россия всегда поддерживает всяческие извращенческие режимы, да, антинародные режимы. Ну, и, короче, осад, типа, типа, сам по себе, не договорившись с Вовой Путиной, решил все-таки завоевать вот эту вот демилитаризованную зону, которая была определена сочниками соглашениями, и никто, как бы, это самое, не имел права ее завоевывать, ни турки, ни сирийцы, ни русские, никто. Там стояли посты определенные, американские, российские, турецкие. Я когда-то в предыдущем ролике рассказывал, которые соблюдали это самое, контролировать процесс. Потом американцы ушли, ну, и Россия с осадушкой решили нагнуть, нагнуть Турцию. Типа, ну, что там Турция одна, как бы, Турция тем более поссорилась с Европой, с Америкой поссорилась. Вот, с Россией вроде там все, помидорные войны отменили. Вот, там поток турецкий открыли вовсю, там, значит, это самое. Продали С-400, продали туркам С-400 эти зенитные ракетные установки, да, против воздушной обороны. Ну, и Путин возомнил, что осадушка стала его лучшим другом, он сопротивляться сильнее будет. Сейчас под шумом, типа, и Длиб, вот эту провинцию Длиб забацаем, захватим ее, да. А что-то там сирийцев три миллиона покера, пусть они в Турцию мотают, а оттуда в Европу нам, на еще лучше, россиянам, типа, да. Вот, а не тут-то было, вот. Эрдоган тоже гопник, тоже конкретный, и он бледет интерес своей страны. Он понимает, что если только осад захватит этот самый, все эти миллионы беженцев хлынут в Турцию, а Турция сейчас уже задыхается, да. Она просто уже не имеет финансов содержать это огромное количество беженцев, не может содержать, да. Вот, ну и, короче, осадушка ответил конкретно. И вот последние, с 28-го числа, по-моему, он всех предупредил, Россию предупредил, говорит, так, Вова, говорит, ты там осадушку останови своего, а то мы сейчас долбанем и по осадушке, а может тебе там достанет. Вова не понял этого. Вот, и все равно продолжали. Ну и, короче, турки, даже не нарушая никаких законов, не используя воздушное пространство, которое закрыто для их самолетов, да, использовали только-только дроны, беспилотные летательные аппаратики, да. И, короче, так начали долбать осадовцев, ну и заодно там российских ЧВКшников разных, там 100% уже куча-куча российских наемников полегло, потому что турки спокойненько с воздуха, несмотря на там супер-пупер закрытое небо, там какие-то там установки российские, советские, напичканные там по всему этому, по всей этой Сирии, да, типа закрытое небо, там, беспролетная зона туда-сюда, начали долбать. На сегодняшний день уничтожено, я сейчас буду опять по-простому говорить, не буду особо там смотреть никуда, да, уничтожено больше ста танков, да, больше ста танков, это только беспилотники в основном, да. Три самолета, три самолета российских, да, Су-24 и Л-39, это боевой тренировочный самолет, такой чешского производства, ну, неважно, да, три самолета уничтожены, причем только это самое, или с земли, не, не, эти самолеты были уничтожены Ф-16, но самое интересное, что эти Ф-16 турецкие, которые делаются по американской лицензии, как вы знаете, это американский самолет, вот, они даже не прилетали к границе, они с турецкой территории, у них как там система построена, есть такие самолеты, большие такие самолеты, дальние радиолокационные разведки, у турков их, по-моему, несколько штук, в России, по-моему, вот один только в Турцию пригнали, да, но, по-моему, от него толку никого не будет, говнище, да, у турков такой самолет баражирует там, у себя там на Турции, над своей, да, но он видит далеко-далеко, вот далеко сижу, но далеко, то есть далеко сижу, но далеко гляжу, типа того, да, он все это видит, что там творится, как только турецкий или русский истребитель взлетает с базы, летит к провинции Длиб, турки это уже видят, тогда сигнал наводится, а у них там парочка истребителей в 16 всегда тоже летает, они меняют так, летает двое, летает, полетает, топливо выработали, садятся, вместо них два других летает, у турков 250 таких самолетов, 250, в России там 15-16 в этой, в этой базе в Шиве сидит, да, до потопных советских самолетов, короче, они увидели, взлетают два этих самых, сирийских, а может и сирийских, никто об этом толком не говорит, Су-24, это советские самолеты, российские, а кто там сидел за штурвал, непонятно, они взлетают, прилетают к провинции Длиб, а турецкие самолеты в 16, со своей территории, даже не пресекая границы, пуляет парочку ракет американских, устаревшие давно уже, это старые американские ракеты, воздух-воздух, вот, они относительно такие еще нормальные, но уже устаревшие, уже есть гораздо более крутые, но несмотря на это, все равно эти ракеты конкретно бьют в эти Су-24, эти летчики Су-24 даже не видят их, потому что, ну, это советские, российские истребители, да, нихера ничего не видят, или штурмовики херов знают, ну, без разницы-то, говнище полнейшее, и, короче, все, сбивают их, да, ну, и тут вот еще на днях, позавчера, что ли, еще грохнули один там, этот самый, Л-39, это уже чешскую производство, самолет, ну, тоже там, типа, сирийцы рулили, без проблем сбили его, да, ну, вот эти беспилотники спокойно, до сих пор и сегодня летают, до сих пор летают, да, и прямо точечно-точно бьют по танкам, по бронемашинам, по, там, говорят даже по мотоциклам отдельным, пускают ракетки, ракетки от оси-то дешевые, вот, маленького диаметра, там, 7 сантиметров, такие маленькие ракетки, да, ну, достаточно, чтобы танк раздолбать, вот, достаточно такие, более-менее современные, а беспилотники эти турецкие, это вообще офигеть, я даже не знаю, что оказывается Турция на третьем месте в мире по беспилотникам, они их сами делают, они крепают их сами, абсолютно, у них это производство уже давно налажено, за прошлого года, по-моему, уже на потоке, у них в настоящее время уже в боевом готовности летает больше ста ударных, они называются разведывательно-ударные беспилотники, тяжелые разведывательно-ударные беспилотники, да, вот, там нет пилота, то есть там летчика нет, он управляется чисто с земли, там сидит в бункере чувак какой-нибудь, компьютерщик молодой турецкий, и прямо конкретно как в игре, это самое, играет, ведет этот беспилотник, смотрит и прямо конкретно пуляет по цели, вот, они раздолбали уже кучу, я говорю сейчас, больше ста танков сирийских раздолбано, три самолета, восемь или девять вертолетов, более двух тысяч, около трех тысяч солдат сирийских, да, это только вот так, далее, эти беспилотники, даже когда он отстрелялся, выпустил, по-моему, они имеют по четыре, некоторые даже сейчас по восемь ракет, имеют такие беспилотники, да, далее, они могут, не приземляясь, потому что у них там большой налет, они, я не помню, по-моему, 24 часа могут баражировать, то есть офигенные беспилотники, они наводят артиллерийские орудия, у них артиллерийские орудия дальнобойные, стреляют не просто снарядами, а управляемыми снарядами, понимаете, да, у России такого близко нет, то есть беспилотник, наводим на цель снаряд с пушки, которая там в нескольких десятках километров находится, и он все это снимает на камеру, и с этой пушки снаряд летит, и прямо точно, точно метр в метр бьет в эту цель, да, то есть офигенно, вот сейчас многие страны задумались, уже посыпали заказы в Турцию, чтобы закупать такие беспилотники, но Турция все-таки на третьем месте, на первом месте находится Израиль, на втором США, на третьем сейчас Турция, говорят, а на четвертом Китай, вот четыре страны, где есть беспилотники, примерно вот этого типа, с этим потенциалом, в России близко таких нет, в России ничего нет, они покупали у Израиля устаревшие, далеко устаревшие, они такие тяжелые, ударные, и у Китая какое-то количество, ну, это типа маленькие там, такие игрушечные самолетики, типа это самое, для разведки в основном, они не имеют такой функции, как у турков, а турки это все сделали сами, с нуля, они сами это все упускают, это не лицензия, это их разработки полностью, да, вот, они штампуют по несколько штук в день, и в принципе им, им конца нету, да, их там сбили штук, четыре вроде, четыре или пять сбили, да, ну, естественно, они малоскоростные, и не очень высоко летают, их сбыть в принципе легко, если, конечно, есть соответствующие средства, в России, вроде там, какие-то и панцири, какие-то, F-75, 200-300, там, 400, понапичкало в Турции, там, беспролетная зона, мы там все, туда-сюда, турки уже который день, уже вторую неделю, да, долбают всех, сбивают самолеты, три самолета уже сбили, это бесполетная зона, три самолета сирийских, ни одного турецкого не сбито, вообще, турки не нарушают закон, они сейчас не пресекают границы, вот их самолеты летают только над Турцией, над Турцией, но если надо, они, они поворачивают свои эти самые, направления своего носа самолета в сторону сирийской территории, пух, две ракеты пускают, и опять на территории Турции, эти ракеты летят, летят, а земли сидит оператор там, и управляет этими ракетами, там какой-то Су-24 летит, тюх, на кнопочку нажимает, и Су-24 уже нет, ну, вот, три самолета уже все, капец, да, я утрированно говорю, примерно, ну, примерно, вот, суть она в этом, суть в этом, и вот сейчас, Вова Путин, попросил у Эрдогана уйдиенции, дело в том, что несколько дней назад, Эрдоган предлагал Путину встретить, урегулировать этот процесс, Эрдоган напрямую, вот, есть куча документов, видео и все, да, официальных видео турецких, в России это не показывают, все это есть, я, может быть, может быть, я сейчас, если не поленюсь, найду какие-то моменты, и буду вставлять в процессе своей речи, да, что Эрдоган в открытую говорил, Вова, типа того, иди ты нахер, Сири, да, дай мы разберемся с осадом один на один, ты там, типа, ни при чем, как бы, дайди в сторонку, я с ним быстро разберусь, да, осада не будет, не то, что мы дли освободим, а осада вообще не будет, Вова начал опираться, и Песков, значит, этот лопоглазый, мудак, заявил, его спрашивали, он говорит, ну, пока Вова Путин не планирует встречаться с этим, с Эрдоганом, с Эрдоганом, не планирует, буквально через два дня появляется сообщение, что Вова Путин ждет Эрдогана в Москве, хочет с ним о чем-то поговорить, да, ну, когда турецкие беспилотники раздолбали почти все эти наступающие сирийские войска, в том числе русских наемников, да, там, до хрена, кого пораздолбали, когда все эти хваленые панцири, всякая херотень вот этого вот советско-российской разработки не сработала, они уничтожили как минимум беспилотник маленький, дешевый, уничтожил как минимум, сейчас точно известно, доказано, уничтожил один панцирь, да, ну, и плюс там куча разных-разных других еще противовоздушных средств, панцирь, в принципе, это штука, которая именно должна противодействовать на коротком расстоянии, именно вот таким беспилотным летательным аппаратам, он вообще не среагировал, то есть его уничтожили, потому что у турков есть такая система КОРАЛ, да, это РЭП, станция, постановки помех различных, радиоэлектронных помех, да, вот, и это очень мощная, это турецкая разработка, очень мощная станция, и вот, насколько я знаю, она здесь сработала, то есть она не дает возможности вот этим устаревшим советско-российским разработкам, да, наводиться на цель правильно, то есть, может быть, этот панцирь пытался навестись на этот, как его, на беспилотник, но это система противодействия турецкая, она сработала так, что он ее потерял, и он пытался отстреливать этот панцирь сраный, да, и все ушло мимо, то есть его завалили, завалили, да, этот дешевый беспилотник завалил дорогостоящий панцирь, вот, но Вова понял, что с турками ничего у него не получится, мало того, я уж сейчас про авиацию вам скажу, да, ну, в авиации-то вы знаете, у России там 15-16 современных самолетов, относительно современных, есть хуйменимые на этой базе, единственные авиационные, да, вот, две другие осадовские базы уже беспилотники раздолбали, там, в принципе, жулить взлетать никто не может, а у турков 250 только F-16, это новейших истребителей, да, американского производства, которые турки делают по лицензии, сами делают, то есть они не покупают, они сами их клепают, да, они их сейчас могут наклепать под эту удочку, да, что сейчас заваруха пошла, они наклепают сколько угодно, плюс беспилотники тоже клепают сами, это их разработка стопроцентная, да, вот, мало того, сейчас американцы, в конце концов, говорят, турки по пассивнику патриот, вот эти системы противовоздушной обороны, да, потому что не надеются на российские С-14, которые они купили, американцы пока как бы сомневаются, давать им не давать, потому что разругались все-таки, им говорили, турки, не берите, у России это говнище всякое, берите у нас патриот, и будьте, сейчас турки уже полник, и говорят, да, мы хотим патриота, а американцы говорят, ну, все, ребята, как бы, не знаю, сейчас американская делегация в Турции, вот, сегодня в новостях, они в Турции разговаривают о чем-то, может договоряться, ну, по крайней мере, американцы точно пообещали, что туркам дадут эти боеприпасы, боеприпасы, я точно знаю, что это такое, боеприпасы, это означает более новые ракеты воздуху, воздуху, то есть, F-16, F-16, F-16 и беспилотники турецкие оснастят более современными ракетами, сейчас уже турецкие беспилотники сбивают старыми американскими ракетами, долбают все что угодно, и те же их истребители F-16 долбают российские Су-24, да, сейчас американцы вроде бы как, им сейчас воздух-воздух дадут более современные ракеты, против которых уже у России никаких шансов, близко даже нет, близко нет, вот, сейчас вот американская делегация там находится, и вот Вова Путин срочно запросил встречу с осадом, к чему висит роль, а, еще, ладно, по воздушным силам сказал, по морским силам, эта сраная Россия сейчас отправилась в Черное море, там из трех, у них там три эсминца вроде бы есть, да, и вот два эсминца, самых, самых, типа новых, крутых, два эсминца отправили вот в Сирию, к Сирии поближе, причем турки через Дарданеллы, Босфор Дарданеллы пропустили их, хотя все думали, а может они пропустили, а турки сказали, да идите нахер, идите, нет проблем, у турков, по-моему, 13 подводных лодок бесшумных немецкого производства, если я не ошибаюсь, 10 или 12, или 13, они уже на готове там сидят, приходят эти два российских эсминца сраных, да, у турков, если я не ошибаюсь, 135 единиц надводной техники морской, да, там куча фрегатов, корветов, по-моему, их два крейсера даже есть, у России на Черном море ни хера ничего нет, да, это вообще, ну, фактически, у Турции половина всего, всего российского флота, причем более, новые, более современные корабли, так вот, эти подводные лодки там сидят и ждут, не дай бог, эти, эти, сраные российские эсминцы, что-то там сдумают пускать, или что-то там пытаться делать, их тут же потопят, прямо тут же, где они стоят, тут же утонут, мало того, ну, не, у турков, вы сами понимаете, они без всякой помощи справятся, им не нужна ни НАТО, ни Америка, у них авиации куча всего, и морских сил навалом, и у них армия огромнейшая, у них 80 миллионов населения в Турции, в России 146 на бумаге, а фактически говорят 100 миллионов, то есть по количеству населения, даже Турция и Россия практически сравнялись, ядерное оружие, мы сейчас, если что, там, мы турков, ядерным оружием, во-первых, никто никого в ядерную закидывать не будет, потому что, тогда будет сразу же ответочка, и все, даже не в этом дело, дело в том, что у Турции, там сейчас, по-моему, еще не вывезли, где хранятся 50 атомных ядерных боеголовок американских, да, они как бы под американским контролем, но, если уж Россия что-то там попытается кидать, но тогда, я думаю, американцев возражать не буду, чтобы и Турция кинула 50 головочек ядерных на Россию, да, без проблем, Эрдоган, чувак, очень крутой, он намного круче Путина, Путин только бла-бла-бла, показывает мультики и всякую херотень, а Эрдоган действует конкретно, никто еще никогда не сбивал российские военные самолеты, а Эрдоган сбил, как он там, в 15-16 году, и не один, но, посла грохнули, вот, и сейчас он Путину сказал, что если ты не уберешься, мы все равно бы, Эрдоган заявил так, что провинции Длиб все равно будет под турецким протекторатом, границы будут согласны с Сочским соглашением, и вот на этой провинции Длиб будут жить сирийские беженцы, которые сейчас в Турцию все убежали, им деваться некуда, все бегут в Турцию, не в Арабские Эмираты, не в Катар, не в Саудовскую Аравию, не в Россию, тем более, блядь, не в Россию, которая типа там поддерживает сирийцев, она не сирийцев, она этого диктатора, этого осада поддерживает, а все сирийцы бегут в Турцию, под защиту Турции, миллионы, миллионы там живут уже, да, и Эрдоган сказал, если ты, Вова, это самое, можешь упираться, можешь не упираться, да, мы все равно возьмем эту провинцию под свой контроль, никто туда не сунется, ни осад, ни ты, Вова, не сунется, да, и там спокойно будут жить сирийские беженцы, которые не хотят с осадом жить, а это большинство сирийского населения, а если ты будешь рыпаться, ну, ты получишь пиздюлей, грубо говоря, да, вот, и сейчас вот они встречаются, и к чему висит мой ролик, мой ролик к тому, что, я, значит, делаю прогноз свой, что сейчас, после встречи, вот завтра встреча Путина с осадом, там, конечно, Вове потерять лицо, Вова там, вот пальцы вера, мы такие, а тут Турция, какая Турция нагнула его, да, все думают, а что там такое Турция, мы там, русский мир туда-сюда, нагнула, Турция нагнула Россию сейчас, конкретно, только своим беспилотниками, больше ничем, ни танками, наземной операции вообще никаких нет, то есть, турецкая армия пока стоит, ждет сигнала, да, авиация тоже не летает, авиация только на территорию Турции летает, да, и уже сбили три российских самолета, короче, может быть, Эрдоган даст Вове, так сказать, отступные, скажет, Вова, ладно, чтобы ты не терял лицо, не терял лицо, мы давай с тобой официально скажем, что мы сделаем сейчас перемирие, типа того, не вы, не мы, все будет спокойно, будет перемирие, мире там, ну, как на Украине, типа там, какие-то там соглашения, да, по Донбассу были, ну, типа того, сделаем соглашение, то ты не потеряешь свое лицо, мы, типа, мир добиты, мне такое миротворец, туда-сюда, но фактически будет вот такая история, я предрекаю, границы опять отодвинутся, как они были, согласно сочинским соглашениям, то есть, будет вот эта вот демилитаризованная зона в Идибе, то, что вот сейчас вот эти осадовцы во главе с Россией пытались это дело захватить, все это отодвинется обратно, Турция опять поставит свои посты, возьмет под свой контроль, и сирийские беженцы начнут возвращаться потихонечку, да, это самый, это самый, ну, вот номер один прогноз мой, да, ну, то есть, другого варианта не может быть, ВОВе дадут возможность сказать, что мы, типа, мир это самое придумали, вот, временно не будем стрелять, ля-ля-ля, но фактически будет отодвигание границы от Турции, и опять все вернется к тому, что было, да, вот, второй вариант, ВОВа, допустим, это самое, воспротивиться, воспротивиться, да, ну, на понт, как обычно, на понт будет брать Эрдогана, Эрдоган, возможно, с ним сильно не поругается, но вот в этом случае будет дальнейшая эскалация, будет дальнейшая эскалация, причем очень жесткая, с применением уже наземных сил турецких, да, вот тогда и ВОВе, и осада будет полный пиздец, грубо говоря, да, понимаете, потому что Турция сейчас, ну, по всем статьям, без помощи американцев и НАТО, она сейчас задавит, вот на этом театре, Южном театре военных действий, всех, всех задавит, да, и Турцию все поддерживают, сейчас Евросоюз поддержал Турцию, да, вот, Америка поддержала, причем уже не на словах, а поддержали даже, что боеприпасами, мы нам поможем, не знаю, как насчет патриотов, но боеприпасы американцы, а боеприпасы, это будут очень высокоточные ракеты, более современные, чем у турков сейчас есть, а носители у турков есть, вот, более того, в Средиземном море, сейчас как-то вот не странно, в Средиземном море, чтоб вы знали, там всегда находится американская эскадра, одна, да, это авианосный флот, то есть, один авианосец и обслуживающие корабли, там, эсменцы, корветы, крейсера, не знаю, у них там есть, подводные лодки обязательно, одна атомная, 100%, как правило, две подводных лодки, а тут как-то у них такая, перегруппировка стала получаться, и зашел второй флот, сейчас, в Средиземном море, два американских авианосных флота, два авианосца, на котором мы на каждом, я не знаю, там, от 70 до 90 современнейших кораблей, этих самолетов, да, F-35, сука, F-35, два авианосца, плюс там еще, как минимум, четыре подводных лодки, да, плюс куча кораблей того-сего, ну, вы представляете, это какая мощь, какая мощь, сколько там ракет, на этих подводных лодках, на этих обслуживающих кораблях, я цифры не помню, там где-то в 15 или в 20 раз больше, чем может предоставить Россия, на всем этом театре военных действий, только вот на этом, американских, этих двух флотах, плюс у Турции там дофига своего есть, вот, поэтому мой прогноз, мой прогноз, что переговоры Вовом с Эрдоганом пройдут ни о чем, официальное сообщение будет, что мы договорились там о прекращении огня, или чего-то как-то, но через какое-то время, через 2-3-4 недели, все вернется опять назад, как были границы, и длибы, так они останутся, как Турция контролирует этот район, так она и будет контролировать, и беженцы, скорее всего, будут понемножку возвращаться, это первый прогноз, и второй, это процентов 30, что Вова все-таки пойдет в Абарк, начнет угрожать Турциям, ну тогда, тогда осаду будет капец полнейший, Вова там ничего не может сделать, все его пальцы верят, это все говнище полнейший, в России нет оружия даже против турецких беспилотников, нету, факты об этом говорят, в России нет оружия даже против беспилотников, не американских играть, а турецких, а у Турков 250 истребителей новейших, F-16 американских, вот, но я не буду повторяться, поэтому на сегодня мы заканчиваем, вот, пишите комментарии, кому это интересно, вот, ну зуб я завтра поставлю, да, ужасно, конечно, но ничего не поделаешь, слышно, ну, да, вот, вот, Продолжение следует...